Привет! С пятницы вас! Мое сегодняшнее видео об Escalation Clause. Это такой инструмент, который используется покупателями в ситуациях, когда подаются больше, чем одно предложение. Мы об этом знаем, потому что агенты продавцов с нами делятся этой информацией. И чтобы усилить предложение, но в то же время не платить сразу высокую цену, мы используем инструмент, который называется Escalation Clause. Как он работает? И если вы продаете, вам тоже нужно это знать. Если вам еще агент не объяснил, то вот вы сегодня узнаете, как это работает и вообще зачем это делается. В нашем рынке сейчас очень мало домов и очень много покупателей, поэтому мы, когда работаем с покупателями, мы должны как бы выходить за рамки нормальных стандартных предложений и делать такие предложения, которые продавец захочет с нами работать, благодаря вот таким вот вещам, которые мы вынуждены придумывать. Так вот одна из таких вещей это вот Escalation Clause. Если вы знаете, что вы подаете предложение на дом, на который уже несколько покупателей или уже подали, или хотят подавать, вы об этом знаете, но вы не хотите сразу предлагать высокую цену. Вот, допустим, дом выставлен, скажем, ну за 500 тысяч, вы знаете, что его рыночная цена выше на самом деле, или вы готовы платить за нее выше, за него выше, но вы не хотите сразу предлагать, ну скажем, 530, да, потому что вы считаете, что а вдруг я могу заплатить меньше, зачем сразу платить 530? И вот в таких ситуациях существует вот этот Escalation Clause. Вы составляете, ваш агент составляет предложение, контракт, и как один из приложений к этому контракту идет документ, в котором вы говорите, что вот я вам даю 500 тысяч, ну или 505 тысяч, и я добавляю к моему предложению, если у вас еще есть другие предложения, автоматически мое предложение становится, скажем, на тысячу долларов больше, чем самое высокое предложение, которое у вас уже есть на руках. И до определенного максимума. Я вот хочу остановиться на, скажем, 530 тысяч, да, который максимум у вас в голове вы хотите подать, и больше вы не хотите двигаться. Причем, когда я говорю своим покупателям, когда вы подаете предложение, всегда подавайте так, чтобы не жалеть о том, что вот вы подали, вы не получили, ваше предложение не приняли, и вы могли бы подать, на самом деле, на чуть-чуть больше, и вы теперь жалеете, что вы этого не сделали. Не надо так делать. Подавайте сразу, чтобы вы понимали, что если ваше предложение не приняли, и кто-то подал больше, что у вас нет никаких, как бы, сожалений о том, что вы что-то сделали не так. Вот. И, значит, что вот этот Escalation Clause делает? Если у продавца, допустим, на столе 5 предложений, самая высокая из них, ну, скажем, 515, ваше предложение автоматически становится 516, просто потому, что вы добавили в ваше предложение вот этот вот Escalation Clause. Если же из этих пяти предложений самая высокая 530, и ваше уже становится 530, соответственно, потому что у вас потолок 530, тогда уже продавец решает, какое из этих двух выбрать. Уже такие, тогда уже другие условия вашего предложения включаются в Decision Making, да, для продавца. Вот. Поэтому вот такая вот вещь. Для продавца, чем это важно? Когда вы получаете ваше предложение, мы всегда говорим нашим продавцам, посидите на рынке сколько-то вот определенное количество дней. Вы хотите, вам нужно убедиться в том, что все, кто заинтересован в вашем доме, имеют возможность прийти его и посмотреть. У кого-то только выходные свободные, кто-то может вечером прийти. То есть вам нужно отдать возможность всем, кто может быть заинтересован, зайти в дом, посмотреть, чтобы тогда вы увеличиваете вероятность того, что у вас будет предложение, предложений больше, соответственно, цена чуть-чуть, ну, выше будет, да, которую вы можете продать ваш дом. Вот. И когда, допустим, приходит ваше предложение, вам предложение с Escalation Clause, вы не можете его использовать, если кроме вот этого предложения нет больше ничего другого. Вы обязаны, ваш агент обязан заполнить форму в этом Escalation Clause на основе какого другого предложения ваше предложение автоматически увеличилось и изменилась цена, да, я имею в виду того покупателя, который вам придал Escalation Clause. Поэтому здесь просто так сказать, что да, у меня было пять предложений, хотя на самом деле оно у вас только одно, вы не можете, агент вам этого сделать не может, потому что это вранье, это неэтично, и агент просто-напросто может потерять свою лицензию, поэтому хорошие агенты никогда на такое не пойдут, поэтому даже не думайте их об этом просить. Вот. Ну, и, в общем-то, все. Поэтому просто для продавцов, наверное, важно все-таки посидеть достаточное количество времени на рынке. Для покупателей мы, вы знаете, вот в моей практике последнее время, если я оказываюсь в числе первых, если не первой, когда мы подаем предложение, и наши предложения очень довольно-таки серьезные, то, как правило, мы его выигрываем, потому что для, почему-то для агентов-продавца или для кого-то, для продавцов это важно, что вы сориентировались, вы быстро все сделали, вы сделали все очень четко, вы сделали все очень без ошибок, вы, как бы, это показывает и говорит о том, что агент знает, что он делает. Поэтому всегда нужно работать с такими агентами, которые уже опытные, и они знают, что они делают, потому что это видно, это сразу видно. Вот. Ну, я уже пошла в другие дебри. Вот сегодня видео про Escalation Clause, поэтому если есть вопросы, обращайтесь. Я надеюсь, что я это объяснила. И если вы все-таки думаете подавать предложение на какой-то дом, подумайте, стоит ли вам на самом деле использовать этот инструмент, потому что это на самом деле не так уж и плохо. Но все-таки, наверное, одну вещь я скажу в конце этого видео, просто чтобы вас предостеречь. Иногда бывают такие случаи, когда продавцам это не нравится. Иногда бывают случаи, когда продавцы считают, что лучше иметь дело с людьми, которые готовы подать уже вот самое лучшее их предложение без вот этих вот игр. То есть иногда продавцы рассматривают этот самый Escalation Clause как раз как какую-то вот негативную игру. Да, это бывает. Я с этим сталкивалась лично. Поэтому тут тоже надо как-то подумать. И все-таки, если есть желание подать предложение на самую такую классную, хорошую, большую цену и не думать уже об этих всяких Escalation Clause, то может быть лучше так и сделать. Так что вот думайте, тут уже как вы сами решите. Мы как агенты делаем то, как нас инструктируют наши клиенты. Мы рекомендуем, мы даем информацию, а решения все принимаются клиентами. Поэтому тут хозяин-барин. Вот, ну все. Так что будут вопросы, обращайтесь. До следующей пятницы. Мойте руки. Берегитесь этого вируса. Надеюсь, что все будет хорошо и нас всех тут пронесет. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok